Да, Андрей Владимирович, доброе утро. Доброе утро, Сергей Витальевич. Я хотел вас спросить, почему все-таки социально-экономическое развитие Беларуси было засекречено на 2021-2025 года? Алло. Почему? Да, слушаю, слушаю. Ну, засекречено написано, вот, закрытая стала информация. Ну, так пишут в СМИ. Они, как всегда, не в курсе, да? А вы не в курсе, да? Нет, я в курсе, а чего не в курсе. Я знаю, что было ДСПшное, просто, потому что там отдельные показатели были закрыты, скорее всего. Просто я не занимался данным вопросом, к сожалению. Так, а вы можете прокомментировать, какая необходимость вдруг заставила некоторые пункты засекретить? Давайте я уточню, и потом... Перезвоните ко мне через пять минут, хорошо? Через пять минут вам перезвонить, вы уточните? Да. Хорошо, давайте через пять минут. Спасибо большое. Ну, конкретных исполнителей, кто занимался этим вопросом, у нас курирует. Я не дозвонился, вот, к сожалению, сам комментарий дать не могу, но я посмотрел на сайте у нас. У нас основные прогнозные показатели специально-экономического развития на пятилетку публикованы, то есть они нигде у нас ничем не закрыты, получается. По поводу того документа, который вы говорите, к сожалению, я говорю, я некомпетентен в данном вопросе, потому что я не занимался этим. Слушайте, а что конкретно скрыли? Ну, что касается пятилетки, как они называются, то основные, я вам еще раз говорю, то на сайте Минэкономики основные положения проекта программы основания экономического развития на пятилетку размещены. Ну, это понятно. А что все-таки послужило причиной скрыть некоторые показатели? Андрей Владимирович, я не знаю, я вам серьезно говорю, потому что я не занимался данным вопросом. Так вы же заместитель министра. Ну, я могу... Что? Вы же заместитель министра. Вам не интересно разве? Андрей Владимирович, у каждого заместителя министра свои курируемые подразделения. Данный вопрос не входит в мою компетенцию. Хорошо, Сергей Витальевич. Просто каждый гражданин Республики Беларусь должен интересоваться подобной информацией. Заместитель он министра или простой дворник? Андрей Владимирович, я вам еще раз говорю, что основные положения проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы размещены на сайте Министерства экономики Республики Беларусь. Я даже могу вам рассказать, где. Есть раздел «Макроэкономика». Там есть прогнозирование социально-экономического развития. И в нем есть, получается, этот раздел «Разработка проекта программы социально-экономического развития Республики Беларусь». Там четко написано Основные положения программы социально-экономического развития Вы заходите и смотрите Как гражданин Республики Беларусь Как называется Как планируется Пока в проекте программы Развиваются Мы планируем развитие Республики Беларусь В данном случае Ничего не скрывается А планируем лучше жить или хуже? Конечно лучше Андрей Владимирович У нас на это есть все причины Чтобы лучше жить? Так а почему мы лучше не живем? Если есть все причины Это субъективное ваше мнение Я считаю, что мы живем лучше Посмотрите, данный документ Там четко написано по каждому направлению Что планируется сделать Для того, чтобы Республика Беларусь Была стать лучше У нас же дефицит бюджета Если вы говорите, что мы не стали жить лучше То в мировом рейтинге достижения 17 взаимосвязанных и неразделенных целей В области устойчивого развития Беларусь занялась 17-ю позицию И среди 166 стран Я вам говорю по поводу Вы почитайте просто основное положение Так успехи есть Когда вы получите ответы на ваши вопросы Так а почему денег постоянно просим? То у Алиева, то у Путина Если так хорошо живем Кредиты на кредитах Кредиты на кредитах Берем кредит, чтобы погасить кредит Это что за такое устойчивое развитие? Андрей Владимирович Даже все страны берут кредиты Это раз Во-вторых, и люди берут кредиты А как можно без кредитов? Для того, чтобы инвестировать в экономику Необходимо брать кредит Чтобы потом это все развивалось Я говорю, посмотрите Основное направление наше положение Я-то посмотрю Я-то посмотрю, Сергей Витальевич Ну что я пойму? Что я буду с сухим документом иметь дело? Я лучше живым человеком Андрей Владимирович Там написано простым человеческим языком Теория от практики Поверьте, что не писалось для людей Да Я живу в Беларуси И вижу, что теория и практика Они абсолютно несовместимы Теория одна Практика Мы получаем другую У нас банкроты Банкроты Дотации Дотации У нас сельское хозяйство Постоянно на дотациях Все Что это за экономика такая? Дотируем, дотируем Почему сельское хозяйство Не зарабатывает Не окупает себя Себя Андрей Владимирович У всех странах сельское хозяйство Субсидируется Зачем нам все страны? Давайте Беларусь сделаем Прекрасным клочком земли Хрустальным сосудом Где все будут равняться На эту страну Почему мы должны Плохое брать Со всех стран Мы стремимся к этому Поэтому еще раз говорю Что называется Стремимся к этому И развиваем новое направление Точно сельском хозяйстве Так у нас Вот я из Октябрьского Из района У нас все развиваем 26 лет Или 27 Почему не развивается все? Все в упадке Вы на громкой связи Или что вас очень плохо слышно? Вы можете телефон взять в руки И разговаривать Не по громкой связи Это такая связь В Беларуси Не могу ничего Ну я не знаю Почему-то всех Когда звонят У всех нормально Кстати Просто вас очень плохо слышно Короче Я недоволен экономикой Хочу вам сказать Может вы и плохо слышите Но суть поймете Потому что Есть теория А есть практика И вот это все расходится Если смотреть На страны Западного мира То там у них Вроде как Хорошо все Лучше чем в Беларуси Есть чем сравнить А в Беларуси Постоянно Какая-то Нищета Почему вы считаете Что в Беларуси Нищета? Ну потому что Я живу в деревне И вижу Что От зарплаты До зарплаты Колхозники Вообще Живут Как эти Как средневековые люди Постоянно Все на дотациях Постоянно Все на кредитах Денег не хватает Это же очевидно Я не знаю Съездите В какой-нибудь колхоз К нам в Октябрьске Приезжайте И посмотрите Как все проходит И все эти документы Которые вы вылаживаете На своем сайте Выкладываете Пишите Они как-то вообще Непонятно Для какой страны И для какой системы Придуманы Потому что Можно говорить об одном Но в реалиях Совсем по-другому Получается Где-то даже Зарплату Навозом Я читал Вы давали Это что такое За экономика Навозом Вы давали Зарплату В счет Зарплаты Вы хотели бы Себе такую зарплату Получать Ядро навоза Андрей Владимирович Давайте посмотрим Даже по показателям Которые у нас Вы говорили Что мы плохо живем У нас получается Даже в 2020 году Действительно У нас немного Валовый внутренний продукт Упал на 0,9% В некоторых странах Он упал более 3% У меня окончились Деньга Ну я понял Что Задача Замминистра Убеждать нас В том Что А-та-та Все хорошо И в общем-то Нет причин Для беспокойства Да, Ольга Викторовна Доброе утро Здравствуйте Да, вопрос Значит у меня Такой Нам Ну то есть Я узнавала Про Дефицит бюджета И Ваша коллега Сказала Что дефицит бюджета У нас полностью Управляемый Но Собственно Узнать Сколько У нас Есть в заначке Скажем так Невозможно Да Ольга Викторовна Смотрите Моя коллега Это кто Скажите Пожалуйста Прошлой неделю Была прямая линия Анжелика Александровна Да Ольга Викторовна Я понял Смотрите Что касается бюджета Бюджетом у нас занимается Сформирование бюджета Министерства финансов Республики Беларусь То есть Это их компетенция Поэтому данный вопрос У них тоже есть прямая линия Вы можете с ними переговорить Хорошо Но вопрос Другой Вот скажите Сколько Тратится Сейчас И тратится ли Денег На поддержание ФССН Для того Чтобы Выплачивалось Все вовремя Приходится ли Бюджету Терпеть перерасход Смотрите Я знаю о том Что в законе Это опять же Компетенция Министерства финансов Да Но я знаю о том Что в законе О бюджете На ежегодном Сейчас подождите Давайте сразу поищу Закон О бюджете Сейчас Одну секундочку Есть закон О республиканском бюджете На 2021 год Это 29 декабря 2020 года Номер 73 Тереза Да Сейчас посмотрим Фонд Социальной защиты Вот смотрите Получается Что у нас Предусмотрено В законе Что из республиканского бюджета Бюджет государства Бюджетного фонда Социальной защиты Населения Республики Беларусь Субвенцию Субвенция Предусмотрена В размере 1 миллиарда 630 миллионов рублей В том числе Это четко расписано Вот Но это Предусмотрено Законом По факту По фактическим цифрам Вам может Рассказать Министерство финансов То бишь Пункт второй Получается Закона Вот Статья 6 Получается В 2021 году Передать Да Получается Двое точие Вот И написано О том Что передать Из республиканского бюджета Бюджет государства Небюджетного фонда Социальной защиты Населения Субвенцию Сумми такой Это в том числе И расписано На какие Вот Поэтому Это то Что касается Закона Который Есть вот В базе Консультантов Его можно найти Там на сайтах Получается Вот И четко Есть Ну цифры Которые вас Интересуют Часто передач Да Хорошо Я поняла Что с финансами Действительно Сложно Разобраться Кто Чем занимается Чем Сергей Витальевич Ну смотрите Вот У вас Также В вашем ведении Находится Антимонопольная Политика Антимонопольная Находится В Министерстве Антимонопольного Регулирования Торговли Департамент Ценовой политики Который занимался Антимонопольным Регулированием Ну вы работали В этом Направлении Виктор Откуда вы все знаете Ну потому что Я вижу это на сайте Вот видите На сайте Я понял Да Я когда-то работал Начальником управления Антимонопольной Политики Мингорода Полкома В том числе Замдиректором Департамента Ценовой политики Да Так вот Знаете Тут такой Момент Сейчас у нас Сложился С Нивеей Шкодой То что Их просто Запретили На белорусском рынке Не противоречит ли Антимонопольному Регулированию Ольга Викторовна Я сейчас не занимаюсь Антимонопольным Законодательством Поэтому я не могу Это комментировать Вот Есть в Министерстве Антимонопольного Регулирования Торговли Сегодня там На прямой линии Вежновец Иван Валерьевич Насколько я посмотрел Вот Вы можете переговорить По данному вопросу Я комментировать Не буду Потому что Не хочу Просто Отнимать Хлеб у своих Понимаю Хорошо Так Значит Мои вопросы Их надо адресовать Министерству финансов А второй вопрос Ну Бюджет Министерства финансов По поводу Антимонопольного Министерства антимонопольного Регулирования Торговли Хорошо Хорошо Спасибо большое До свидания Спасибо вам До свидания Хорошего дня Вопрос Вопрос Касается Запрета Невеи И Шкоды На белорусском рынке И Не повлияет ли Это отрицательно Вот Именно В сфере Антимонопольного Регулирования То что сокращается Количество Услуг И товаров Скажите пожалуйста А можно вас попросить Набрать через минут Пятнадцать Ну в принципе Да Еще же время есть До двенадцати У вас Да Да До двенадцати Ну хорошо Наберем Спасибо Спасибо большое Просят Через пятнадцать минут Позвонить Я думаю Что Конечно Такой вопрос Без подготовки Она пропустить Не может Потому что Он наверняка Поставит Нашего Вежновца Ивана Валерьевича В неудобную Позицию Продолжение следует Продолжение следует...